Приветствую вас. В первую очередь вам на самом деле нужно обращаться в правоохранительные органы, снова-снова обращаться в полицию до тех пор, пока они что-то не сделают. Потому что то, что вы говорите, называется преследование. Вот, и преследование, не знаю, в курсе или нет, является уголовно наказуемым действием. Это первое. С точки зрения психологии, то, на что я могу обратить ваше внимание, вы говорите, что он тянет вас на одном. И это довольно интересное высказывание, как человек своими действиями может тянуть вас на одном. Совершенно очевидно, что как-то вы на его действия реагируете. Это вот прямо завершение, что называется велосипед. Опас только в том, как вы на его действия реагируете. Так, как и почему. Это, по словам, здесь самое важное. Я думаю, что у вас остались к человеку какие-то чувства. Несмотря на то, что может быть вы пытаетесь эти чувства скрывать, скрывать даже от самого себя. Но лично мне кажется, что чувства у вас какие-то, как говорим, остались. Вопрос, конечно, только в том, что это чувства. Ну, условно говоря, когда вы пишете про то, что он тянет вас на одном, я понимаю, что вы в этом сами непосредственно, скорее всего, участвуете. Что касается слухов, то слухи, они имеют какую-то власть, как правило. Тогда, когда человек сам не совсем уверен в себе. То есть, условно говоря, если я в себе не уверен, если я как-то вот в себе сам сомневаюсь. Если я, если мне больно, условно говоря, от этих вот слухов, да, то они будут распространяться. Потому что люди чувствуют, что человек от этого задевает. Ну вот, собственно, практика, которая вот задевает, вероятно, вас на всю эту ситуацию. Вы реагируете, как бы, спокойно, да, на всю эту ситуацию. Вы реагируете спокойно не можете на всю эту ситуацию, вот. И есть очень важный, очень важный момент, как мне кажется. Почему вы не можете на это реагировать спокойно, вот. Вот это то, что, мне кажется, нужно вам для себя понять. То, что, мне кажется, вам нужно преследовать. Вот. Как вас это задевает? Что для вас это означает? Если означает. Как вы реагируете на все это и так далее? Ведет ощущение, что вы действительно не совсем ведете себя как взрослый. Есть ощущение, что вы действительно ведете себя скорее как такой, знаете, бунтующий, я бы сказал, ребенок. Хоть я в коем-не в коем случае ребенком вас не считаю, но пока очень вот похожи, к сожалению, на то, что вы боретесь с этим мужчиной. Причем если бороться против него в рамках закона, да, в рамках закона можно и нужно, то бороться с ним психологически, как это сделаете вы. Можно только в том случае, только тогда, когда это для вас важно. И соответственно у меня возникает вопрос, чем для вас это важно. Итак, он самый мерзкий и противный, что был в моей жизни. Ну вот, отвращение, да, отвращение он вас вызывает, но обратите, пожалуйста, внимание, что отвращение это вас. А значит, в этом отвращении есть что-то еще. Около уже десяти лет не дает покой один мужчине, я не была его женой, в отношении некоторое время были. Как вы там оказались? Мне непонятно, почему у него такой интерес ко мне, ведь я с ним не общаюсь. Изучите тему «Инпринт», я думаю, что станет яснее. Он всегда пытается выйти от меня через моих подруг, контролировать мою жизнь, тем самым тянет меня на дно, не дает мне развиваться. Но здесь вы перекладываете ответственность, потому что человек, который хочет развиваться, его не останавливает лицо. Здесь вы перекладываете ответственность, потому что если человек сам не склонен идти к одну, то никто его туда притянуть не сможет. Потому что всегда, даже при физической истории, есть история духовная, есть история отношений, и это всегда позволяет подниматься все выше. Поэтому здесь вы перекладываете ответственность. Да, человек вне всякого сомнения может портить вам жизнь. Это правда. Но это не одно и то же, как бы, а в этом есть и ваша роль тоже. Ведь, по сути, вы находитесь в отношениях сейчас. У вас есть к нему отношения совершенно очевидные. У него, у него есть отношения к вам, там, совершенно очевидно, что у него есть отношения, ну, какое-то отношение к вам у него есть, это тоже совершенно очевидно. Поэтому нельзя сказать, что вы не в отношениях. У вас они специфические, у вас они созависимые, но в этих отношениях участвуете и вы. И в итоге, как бы, это было вам неприятно. Поэтому мне кажется, что лучшим вариантом для вас было бы как раз, ну, первое признание, что вы в отношениях. Вот. Второе, это, ну, признание того, что вообще, вот, с вами происходит, да, за счет чего, вот, стала возможна вот эта вот история, что вы, вот, ну, в отношениях к таким человекам, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, понимаете, да. Потому что, случайно, ну, не бывает в жизни практически. Дальше. В институте, в котором я учился, я договорился с парнем, чтобы тот меня униел, дабы мне самооценку озанить, чтобы я наконец обратил внимание на этого мужчину. Ну, человек считает, что, чтобы с ним общалась женщина, да, у нее должна быть низкая самооценка. Вот. Ну, подумайте, что это значит, как это характеризует мужчину. Вот. Как вы реагировали, опять же, на парня на это, и так далее. Ну, кажется, он болен невозможно, но, в данном случае, это выглядит как обесценивать. У него двое детей, он распускает грязные слухи для меня, получает интриги на работе, пытается меня подставить. Ну, считается, что маленький рыбыр, который он должен воспитать, хотя с ним давно не вместе, но продолжает в попытке возвращения, потому что самые крупные, потому что опускание меня на дно. Ну, это, знаете как, дети, когда симпатию чувствуют, они за косичку дергают, вот. Примерно такая история, только на взрослом уровне. Я не знаю, как избавить свою жизнь от этого мужчину, мне противно глубоко неприятно. Ну, вот пока он вам неприятен, ведь его не избавитесь, на самом деле. Я не знаю, что мне делать. Ну, опять же, да, это позиция жертвы. Изучите, пожалуйста, без трогона Германа. Вот, как бы, оставить советы, это про отсутствие личной ответственности. То есть, когда вы не берете или боитесь брать ответственность за свою жизнь. Вот. Как я вам говорил, да, что вы, вот, ну, в какой-то степени игнорируете, получается. Возвращается, свой вклад в отношения с мужчиной. Вот. Вместо этого, как бы, только на него ответственность перекладывается. Ну, как бы, типа, что он, он вот, ну, такой. И в этом, мне кажется, и есть ваша в определенной степени жертвенность. Вот. Вот. Когда вы увидите свою ответственность, вот, в том, что происходит, и вы увидите для себя возможность что-то делать, вот. Ну, да, мы все. Такая возможность есть, если всегда, сейчас, то, что вы говорите, то, что и полиция бездействует, и все против меня. По сути. Так. Вам станет легче. Так. Я удалился с ГК, но чтобы не мазелить ему глаза, прекратил контакты со знакомыми друзьями, потому что сделал попытки быть со мной через них. Как? У него успешно выходило. Как? Так. Мне кажется, это была проблема личных границ. Ну, и, повторюсь, бегство, бегство от самого себя. Не знаю, как мне быть, вечно скрываться не получится, полиция бездействует. Часто это, знаешь, он еще шел на такие меры, как через свою подругу, уже с подругой познакомым. Он меня подошел, тот поиграется со мной и бросил это была манипуляция. Повторюсь, если у вас проблемы личных границ, вы позволяете с собой играть. Обратите внимание у вас, вы только говорите про других. Ничего про себя. Про свою активность, про свое участие, про свою роль. Вы только бежите. Бежите и убегаете и защищаетесь. Вот. Это, как мне кажется, большая проблема. Вы не берете на себя ответственность. Даже, даже, когда вы говорите, что вы были в отношениях, вы не говорите, что я была в отношениях. Вы говорите, что мы были в отношениях какое-то время. Так что, мне очень неприятно это говорить, я ни в коем случае не оправдываю мужчину. Но, он в какой-то степени прав, в какой-то степени он прав, говоря о том, что вы ребенок. Я считаю, что вы за себя не отвечаете. Не несете ответственность. Вот. И поэтому у мужчины есть возможность делать вот те вещи, которые он делает, к сожалению. Я бы сказал, примерно, примерно, вот так. Я бы вот такой ответ бы вам дал. Вот. То есть, я мог бы вам сказать, то есть, мог бы вам ответить, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего мировоззрения, да, какого-то, с точки зрения моего, я бы сказал, ну, взгляд и так далее. Вот. Как-то, наверное, так. Вот. Какой-то, наверное, такой ответ. На этом все. Желаю вам удачи. Вот. Желаю вам всего самого доброго, надеюсь, что вам было. Пишу для размышления. Я вам дал, надеюсь, что это было вам полезно. Вот. Вам нужна психотерапия и юридическая помощь. Любую другое вы можете получить на нашем сайте. Всего вам самого доброго. Добро.